В минувшие выходные в Саратове на Кумысной Поляне прошел фестиваль шашлыка. Участие в нем приняли свыше 50 команд из разных районов области. Своё мастерство зрителям и жюри демонстрировали как самые умелые, так и начинающие кулинары. За выбором лучшего шашлыка наблюдала и наша съемочная группа. 50 мангалов и 100 участников. Каждая команда привезла с собой заранее замаринованное мясо. Теперь дело остается за главным. Вкусно его поджарить и красиво подать жюри. Эта команда на фестиваль шашлыка приехала со своим необычным мангалом. В таком керамическом тандыре, уверен Константин Игнатов, шашлык получается вкуснее и лучше прожаривается. Главное правильно распределить мясо на шампуре. Там, главное, вертикально шампура висят в этой печи. И верхние куски должны быть более жирными. Нижние, по вертикали, более плосными. И вот этот все топленый жир от рыбы или от мяса, он стекает по овощам и напитывает их этим составом, своим соком. А этот повар уже шашлычник со стажем. В фестивале Геворг Абгарян участвует третий раз и каждый год получает лучшие номинации. Мужчина уверен, главное не бояться экспериментировать. Секрет сидит во мне внутри. Значит, это с детства со мной пришел. И как бы такого секрета нету. Не боюсь экспериментировать. Надо попробовать что-то новое, вкусное. Не бояться экспериментировать. Новые вкусы, новый аромат. Сегодня у нас картошка, будет жареные овощи, баклажан, перец, помидоры, свинина, баранина, грибы. Будет все, много чего. Готовое блюдо участникам разрешили подавать под любым соусом и оформлением. Здесь фантазия поваров не знала границ. Команда «Елшанка» из шашлыка и хлеба создала целое произведение искусства. Их госпиталь на колесах со вкусной едой покорил не только зрителей, но и жюри. Поэтому по праву они заняли первое место. Как вы понимаете, после 54 порций шашлыка, наверное, вкус уже тут не имел самого главного. Конечно же, по креативности. Это 70 лет нашей победы, гордость за нашу страну, за то, что мы победили. Нам было очень приятно ценить человека, который работает в совершенно другой отрасли, но он креативно подходит. Такой необычный праздник для жителей города организуют три саратовских радиостанции. «Юмор-ФМ», «Серебряный дождь» и «Радиоэнерджи». В этом году фестиваль приурочен ко Дню радио. Главная идея – это подарить праздник нашим слушателям, отметить вместе с ними День радио. Потому как радио обычно – это что, голос без картинки. Вот сегодня и вообще каждый год мы доказываем, что у радио картинка тоже есть. Мы выходим, выходят наши ведущие команды, радиокоманды. Мы, в общем-то, общаемся со слушателями, радуем их. По итогам конкурса были награждены 10 команд в различных номинациях, а 5 команд получили призы в спецноминациях. Победителям вручили сертификаты на поездку в Казань и перелет в Анапу, а также много других ценных подарков от спонсоров. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова